Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, Сфинляндия. За 4 года на Ютубе, что я про себя только не услышала. Конечно, люди много раз придумывают и выдают это как за факт, и когда ты читаешь, думаешь, ого, вот это да! То есть, конечно, многие хотят знать, ну, информация, может быть, где-то и была. Да, всегда я в Ютубе рассказываю видео всю правду, то есть, кто меня знает, прекрасно понимает, ну, что тут утаишь. Финляндия такая маленькая страна, здесь 5 миллионов населения, конечно, но все знают, вот в Тампыри особенно такая маленькая дыра. Ну, все знают друг друга и все знают про тебя больше, чем, может быть, знаешь ты. Ну, и вот такая дама зашла на мой канал, посмотрела одно видео, ну, и, конечно, обозвала меня торгашкой. Ну, я и написала, что мадаму же торгашками никого обзывать не надо, если люди-ка держат какой-то бизнес, у них есть магазин. Это не сельпо в Беларуси, где можно выручку спрятать в бюстгальтер, здесь все, вот, как говорится, чистая должна быть бухгалтерия, ты не можешь спрятать и обмануть. В Финляндии это не проходит. То есть, конечно, если где-то вот такое проскальзывает, что кто-то продал кому-то что-то без чека, да, твою лавочку прикроют на раз, два, три. Ну, и когда в семнадцатом году я продала свой магазин, я про это говорю двести пятьдесят раз, дама, которая купила, она смотрела на меня так сверху вниз и думала, ну, если это магазин держала десять лет, уж я-то сейчас раскручусь на все сто пятьдесят. Ну, и прошло полтора года, она разорилась и она мне осталась должна за два месяца зарплату. Ну, и, конечно, зарплату эту я не получила, она оказалась вот такая дама, которая не выплачивала, не выплачивала никаких предпринимателей денег. То есть, все это накрылось тазом. Ну, и следующий человек, который открыл в этом месте магазин, прошло буквально несколько месяцев и началась вот эта пандемия. То есть, все закрылось на раз, два, три. Ну, и когда люди придумывают, что я была какая-то торгашка и так далее, и так далее. Нет, народ, торгашкой я точно не была. Вы, наверное, меня перепутали с каким-то другим каналом. Ну, и Финляндии в этом плане, конечно, бизнес держать всегда так тяжело, когда девочки спрашивают, ой, я хочу вот открыть магазин сумочек, я хочу открыть магазин вот такой, ой, я косметолог, я хочу делать на дому пятая, десятая, двадцатая. Да, конечно, если мы откроем Фейсбук и мы почитаем, хочу сделать педикюр, там двести пятьдесят предложений сразу будут, тебе на дому придут сделать педикюр. Ну, это все черная работа, и не дай бог это как-то всплывет. Да, это мало вам не покажется, и штрафы обалденные. То есть, вы даже не понимаете, в какой суп вы суете ложку. Ну, и я всегда говорю, что Ютуб такая помойка, если у вас вот действительно вы верите все, что люди рассказывают. Нет, нужно, конечно, делать шаг назад и вспоминать, что человек конкретно говорил, что он говорил полтора года назад, что он говорил год назад, что он говорил месяц назад. Если вы такое запомнить не можете, конечно, да, вас могут надурить, вам рассказывают, а вы, как говорится, вот это все принимаете за чистую монету. Ну, и многие разочаровываются. Если блогер говорил одно, теперь он говорит второе, послезавтра он будет говорить третье, но мы тоже не дураки, люди не дураки, они прекрасно все это понимают. Да, тяжело найти вот такого блогера, которого ты будешь смотреть, на которого ты подсядешь, то есть, каждое утро начинается с кофея, с бутерброда, и с моих видео, и много раз люди говорят, Толя, здорово, что у вас вот такой легкий контент, посмотрела примерки, поржала вместе с вами колбаса на кожуре, и, как говорится, повела внучку в детский сад. Ну, это самое суперское, я пытаюсь с ютуба матом не ругаться, хотя в жизни я ругаюсь, поэтому с детьми мой контент тоже можно смотреть. Ну, и опять же, я всегда за то, что слава богу, что ваих то я, кто я, он, как говорят наши друзья-соседи, не надо вот зацикливаться на одном. Я сама такая сейчас отписалась от трех каналов только из-за того, что, ну, одно и то же, шорты под музон, человек ничего не говорит, показывает какие-то вот такие зарисовки. Ну, да, это можно посмотреть раз, это можно посмотреть два, можно посмотреть три, но это быстро тоже надоедает. Подписываешься на человека, подписываешься на, как говорится, вот персону, на какой-то его стиль вещать и так далее. Ну, когда вот экран, скажем так, без лица, ютуб без лица, то есть, конечно, это точно не мое. Ну, и многие, наоборот, говорят, здорово подписалась вот на такой кулинарный канал, человек не показывает себя, только руки. Ну, рецепты, как говорится, вот такие быстрые, надежные, почему бы не посмотреть ее. Да, я точно на такого же блогера подписана, она не показывает себя, только рецепты. Но я знаю, как она выглядит, потому что помню ее эти стримы, и стримы были шикарные. То есть, никогда ты не знаешь, на кого ты подпишешься. Ну, и, конечно, работа блогера, мониторить и хорошие контенты, где действительно много подписчиков. И блогер, вот такой профессионал, начинается видео, вот как люблю я. То есть, человек отдает себя всего зрителям и уважает своих зрителей. Ну, и, конечно, гадюшники тоже нужно мониторить, ну, как сказать, и нужно запоминать, что они делали неправильно. Почему канал стоит, почему канал стух. Много раз, да, вроде вот такие, как говорится, и задатки были, но все это кончается. Очень быстро каналы забиваются в теневой бан, и поэтому просмотры YouTube не дает, и подписчиков там тоже не прибавляется. Ну, и, конечно, YouTube – это бег на длинную дистанцию. Сейчас новый канал тоже начал снимать про Финляндию. Я написала туда коммент, ну, и мне был задан вопрос. Оля, дайте совет, вы все-таки уже блогерство с таким стажем. Я была в таком шоке от этого комплимента мне. Ну, какой блогер, с каким стажем? Четыре года колбашусь, как говорится, вот как один день. И всегда думаю, что вот я такой чайник, может быть, было бы у меня больше какого-то технического образования. Может, я делала какие-то красивые превью-картинки, может быть, какой-то стилист, визажист, маникурист. Ну, этим я не являюсь. Я по профессии старый парикмахер, но парикмахером я себя тоже не называю, потому что вот сейчас встречалась месяц назад стулой, ходила краситься и смотрю, сколько всего нового, сколько всего, чего не видела никогда я и так далее, и так далее. Конечно, если сейчас сказать, что я парикмахер, нет, конечно, старый цирюльник, который, ну, челочку еще могу подстричь или сделать какой-то начес, но вот так, чтобы парикмахер, это, конечно, громко сказано. Но, опять же, мне был сделан комплимент, когда я в доме престарелых стригла пожилых людей. Мне сказали, ну, это ж надо взять ножницы и начать раз, два, три, четыре, пять так стричь. Ну, я сказала, что это как на велосипеде катание, если ты один раз в жизни научился ездить на велосипеде. Конечно, если ты умеешь держать расческу и ножницы в руках, да, может пройти 10 лет, ты возьмешь эти ножницы и точно так же начнешь стричь, никакая не проблема. Ну, и я всегда смеюсь, когда называют меня вот такими всякими, как говорится, словами, которыми я себя не называю. Ну, и посмеяться всегда есть, потому что на одном канале сказали, что я, женщина, плюс сайз, вешу 120 килограмм, ну, они, наверное, стояли вместе со мной, когда я взвешивалась и правым глазом смотрели, сколько-сколько там накапает. И прошло две недели, на другом канале уже сказали, что я вешу 150 килограмм. Ну, конечно, ни 120, ни 150 я не вешу, но мне всегда так смешно. Ну, пытаются этими цифрами меня, наверное, уколоть, обидеть или сделать из меня толще, чем я есть. Ну, опять же, это показывает тупость этих теток, да, которые говорят вот такое. Я считаю, и мне был оставлен коммент, который вот тут просто подчеркивает, о чем всегда говорю я. Люди всегда просят, хотят жениха, богатства и так далее, выиграть флато, чтобы больше было подписчиков на канале, то есть все время просят. Ну, я говорю, что не забывайте благодарить, благодарите, что у вас есть две руки, две ноги, у вас голова, которая поворачивается, как говорится, если еще мозги есть в голове, они не последние вытекли, то это просто по жизни еще бонус. И когда я работала в доме престарелых, пожилые люди сидят вот на такой каталке, и они ждут, когда человек подойдет и поможет им встать. Если вы еще с утра сами можете с кровати подняться, тоже принимайте это как комплимент от этой жизни. То есть, конечно, нужно всегда благодарить, что у вас все хорошо, вы живы, здоровы, у вас есть две руки, две ноги, шея на шее, голова, и голова еще поворачивается, и мозги тоже есть, то есть еще вы что-то можете, как говорится, и сформулировать. Ну и новым блогерам, которые и так стремятся на YouTube, я, конечно, советую перед тем, как начать открыть какой-то канал, или думать, что, ой, ну вот я-то сейчас начну канал, как написал один мужчина, хочет миллион подписчиков, хочет свой дом в Финляндии, хочет вот такое, хочу, 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 помните, как Марфушенька, хочу, 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 тут вот точно такое. Ну и когда я ему написала, что, а что ты будешь рассказывать этим миллионным подписчикам, уже до тебя все рассказали, ну если единственное что-то, вот он выведет теорию невероятности и будет вещать ее, ну уже про Финляндию рассказали все, то есть ничего нового рассказать он не может, чтобы вот миллион подписчиков эти подписались. Да, конечно, абсурдные, абсурдные вот эти пожелания тоже есть, я считаю, что нужно идти вот так степ по степ и каждое что-то новое пытаться изобрести, но уже на Ютубе ничего нового мы изобрести не можем, уже до нас все изобрели, уже люди едят на Ютуб и вяжут на Ютуб и чуть ли не спят, не храпят и моются, и поднимают ноги, поднимают руки и, как говорится, все, что душеньке угодно, только ткни и напиши, что ты хочешь, тебе 250 тысяч роликов сразу выйдет. Ну и мое мнение, что старые каналы уже аримировать нельзя, то есть если действительно канал 6 лет и там 8 тысяч подписчиков и миллион просмотров, ну это просто ни о чем, мне кажется, Ютуб должен создать какую-то новую платформу и отодвигать эти каналы, чтобы они не засоряли ленту Ютуба, ну и, конечно, видео не в попад. Да, многие снимают, не понимая вообще, зачем они это снимают, кому это показывают, и если там на одно видео 100 просмотров, ну о чем мы говорим. Да, конечно, это посмотрела тетя Люся, тетя Валя, соседка дяди Миша, какая-нибудь тетушка. Вот эти 100 просмотров видео набрал, конечно, этот канал тоже давно уже в теневом бане, если там подписчики все-таки присутствуют, присутствуют, но просмотры вот такие, это видео не в попад, то есть летом человек катается на лыжах, а когда зима, она показывает лето, то есть просто с головы на ноги и с ног на голову. Все, конечно, вот так все очень странно. Я в этом плане сама оптимиста, я всегда надеюсь, что канал у меня пойдет, и большое спасибо всем тем, кто подписался за последнюю неделю, сейчас пришли настолько вот такие новые люди, которых я вообще не знаю, по нику я даже, как говорится, еще не умею посмотреть, кто мне написал. Много мужских фоток, вернее, имен, ну, женщины пишут, что пишу с аккаунта мужа и так далее. Конечно, да, пройдет какое-то время, и, помните, я пытаюсь отвечать всем. Единственное, те комменты, которые улетают в спам. Я про это говорю, но вот я не знаю, почему люди не понимают, о чем я говорю. Если вы пишете, например, имя какого-то блогера, которого я не даю рекламировать на своем канале, вы не успеваете еще коммент дописать, он уже улетает в спам. Я всегда говорю, не надо здесь никого рекламировать. У меня есть два блогера, про кого я даю написать. Это Марина Миккина из Питера и Елена Крылова из Франции. Вот про этих двух блогеров вы можете писать. Остальные, пожалуйста, не пиярте никого на моем канале. Реклама платная, если вы хотите кого-то прорекламировать, пожалуйста, пишите мне на почту, я скажу, сколько это будет стоить, и, пожалуйста, я тогда произнесу этого блогера имя. То есть не надо из меня делать, как говорится, дурака. Ну и запрещенных слов я добавила. Мне не нравится, когда люди пытаются на политическую тему писать комменты. Я добавила в запрещенные слова определенные предложения. Так что если вы вот такие предложения на политическую тему сейчас будете писать, опять же, все улетает вот туда. Ну и никаких скидок. То есть никаких скидок на видео, на другие каналы. Это тоже все улетает в спам. Я рада, что такая функция есть на Ютубе. Можно вот так все подключить. И все это работает. То есть всегда здорово. Не надо мне сидеть с телефоном 24 на 7 и смотреть, что на моем канале опять кого-то пиарит. Ну, открывайте свой канал и пиарьте, кого вы хотите. На моем канале хозяйка я. И я здесь, как говорится, делаю то, что нравится мне. Ну и, конечно, про видео всегда такие красивые пожелания. Есть люди, которые пишут прямо мне стихами. Я тоже всегда это скриню и пытаюсь даже заучить, чтобы в следующем видео как-то это красиво вставить. Ну и есть вот такие какие-то, знаете, непонятные моменты, когда я говорю, там тепло, там яблоки. Был оставлен коммент. Оля, почему вы не сказали, что они ехали в Крым? Народ, у меня даже не было и задней мысли говорить про Крым или не говорить. Да, это в этом фильме они говорят, что там тепло, там яблоки. Они бежали в Крым. Ну и очень хорошо, что они бежали. И мы начали рассуждать, это что за фильм. Я думала, что это фильм «Кортик». Нет, это было достояние республики. Кто-то подумал, что это еще какой-то фильм. То есть вот прямо целая лента вот из-за моей одной фразы, которую я произнесла в видео. Да, иногда что-то ляпнешь, но ляпнешь не то, что навести кого-то в какой-то ужас или в ступор. Нет, просто иногда скажешь и недоскажешь, и недосказанные фразы могут вот так обернуться. Ну и я всегда говорю, что недосказанность должна быть, всегда должна быть интрига, всегда должна быть вот какая-то такая, знаете, как, а что она скажет в следующий раз. Видео не так, что сейчас я вам все выложу, тут будьте любезны, на тарелке с золотой каемочкой, а что будет завтра. Нет, всегда должна быть какая-то интрига, что Ольга из Тампери покажет завтра. Ну и всем тем, кто смотрит меня давно, я большое спасибо говорю. У меня есть такие подписчики, которые с первых дней со мной. Вот она была, наверное, девочка из Эстонии вторая. И вот, как говорится, до сих пор со мной, и до сих пор мне так приятно, что вы пишете, поддерживаете. Всегда можно положиться вот на свой старый костяк, не по возрасту старый, а старый по Ютубу. То есть, конечно, если вы с блогером с самого начала и не пропускаете ни одного ролика, вы знаете блогера лучше, чем он наверняка знает себя. Ну и всем блогерам, кто, вот как говорится, со мной на одной волне, то есть адекватные, здоровые на голову люди, я желаю всем хороших подписчиков. Хейтеров посылайте в бан и никогда их не разбанивайте. Я про это тоже много раз говорю. Люди приходят с другого аккаунта и просят, Ольга, разбаньте меня, я обещаю больше гадостей. Вам не писать. Я написала 250 раз, что не пишите мне такое. Я никого не разбаниваю. Да, в бане есть больше 300 человек, и они там писают. То есть, я не разбаниваю. Я не делаю амнистию. Раньше я давала три раза написать. Гадость, если сейчас люди не понимают, и они начинают писать, конечно, пусть они летят туда, и они там писают, как говорят финны. Ну и всем тем, кто спрашивает у меня какие-то советы, народ, да, лучше, конечно, писать под каким-то видео. Если вы не хотите, чтобы этот мой ответ висел, и ваш коммент, пожалуйста, после того, как я ответила, вы прочитали, вы можете этот коммент удалить. Это никакая не проблема, если вы не хотите, чтобы действительно вот он остался висеть, и все будут читать еще. Не дай бог, кто-то припишет, если вам это неприятно. Никакая не проблема. Пожалуйста, напишите. Я ответила, и после этого можете удалить. Ну и, конечно, почта у меня для рекламодателей. Ну, я знаю, что есть люди, которые хотят писать туда, они не хотят писать под видео. Ну, честно говорю, это для меня большая проблема, потому что я захожу туда раз в неделю. У меня нет возможности заходить туда 24 на 7 и пасти, что вам вы туда написали. И потом люди обижаются, что я не отвечаю. Но, народ, я тоже, вы должны меня понять. У меня есть семья, у меня есть муж, у меня есть какие-то обязанности по дому. Я не то, что я вот лежу на диване, когда я проснулась, и вот целый день я только в этом телефоне, как говорится, шоркаюсь. Хочется, конечно, летом сделать что-то другое. Очень советую, очень советую подписаться. Если вы смотрите меня еще без подписки, такой большой процент людей смотрят, и они боятся нажать подписаться. Они думают, ой, сейчас я подпишусь, а если я отпишусь, мне как-то будет неудобно. Народ, нет проблем. Вы можете нажать отписаться в любой момент. Подпишитесь только из-за того, вам YouTube будет автоматически предлагать мой контент, не так, что мы потерялись. Ну и помните, у меня на Яндекс.Дзен тоже есть канал. Я выкладываю туда параллельно ролики. Конечно, не все ролики, но параллельно выкладываю. Только из-за того, если, не дай бог, что-то случится с YouTube в России, вы меня просили, чтобы меня не потерять. Я, помните, как в фильме, где ты тут-то, тут-то, вот я тоже тут-то. Ой, конечно, эти фильмы, это просто вот моя самая большая любовь. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампера. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, подпишитесь. Не хворайте.